Здравствуйте! Это новости на ТНТ, в студии Андрей Фадеев. И вот о чем мы расскажем вам сегодня. Улыбнитесь, вас снимают. На Березняковской дороге вышли скрытые патрули. Не проезжали! Сели надолго. Пермские полицейские перекрыли крупные поставки героинов в города Верхнекамья. Нас никто не слушает. Без сучка и задоринки. Сегодня чиновники приняли сквер на торговой площади. Что называются вот эти кусты, которые вам посадили? Перея. Перея. И новое задание из рубрики «Поэтический марафон». Подбирайте рифму и выигрывайте призы. Обежда. Весыры. Вам торговые ряды. Начну выпуск с ЧП. Новость, которая буквально взбудоражила горожан. На одном из предприятий задымился цех с опасным производством. Вспыхнул высоковольтный кабель. Едкий дым повалил в полдень из цеха 1А компании «Уралхим». На место немедленно примчались 36 огнеборцев и 12 пожарных расчетов. Помогали им сотрудники системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В 12 часов 24 минуты пожар был локализован. Еще через 4 минуты полностью ликвидирован. Как было установлено, в цехе не было никого, эвакуации не потребовалось, никто не пострадал. Установлено, что в результате короткого замыкания на силовом кабеле произошло задымление в цехе размерами 20 на 50 метров. Пожарно-спасательные подразделения сработали слаженно. Причина происшествия в настоящее время устанавливается. А накануне снег с дождем внес свои коррективы в работу дорожных инспекторов. К сожалению, без пострадавших не обошлось. Вечером в районе Окулицы водитель авто не заметил пешехода. Водитель ленд-крузера поздно заметил молодую девушку, переходящую в неположенном месте и не смог остановиться. В итоге пешехода увезли в больницу. Но это не все. Итог вчерашнего дня – 7 аварий. Есть пострадавшие. Полицейские считают, поменяй вовремя покрышки, аварий было бы меньше. Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с просьбой переработать свой автомобиль, быть на дороге предельно внимательными, соблюдать скорость согласно погодным условиям, также избегать резкого торможения и соблюдать дистанцию. На красный рискуя десятками жизней. Продолжим дорожную тему. Водители березняковских пазиков в погоне за выгодой напрочь потеряли совесть и какой-либо здравый смысл. Подобное опасное поведение на дороге в нашем городе, к сожалению, не редкость. Сегодня один из таких лихачей попал в объектив нашей видеокамеры. О, пожалуйста, перевидел. Быстрый и дерзкий водитель пазика даже не тормозит. Пролетает на красный. Посмотрите, этому человеку сотни горожан каждый день доверяют своей жизни. И, видимо, зря. Водитель своей вины не признает. Наверное, и нам, и вам показалось. Почему на красный-то проехали? Когда? Ну, здесь вот. У нас все снято. Я спрашиваю, что не ехали. Не проезжали? Понятно. А кто-то вместо вас за рулем был, может? Я сперлел, не сперлел. Потом ехал. После просмотра видео нарушитель просит прощения. Мол, все мысли о больной маме. Потому и задумался. Больше слов в свое оправдание он не находит. Сейчас подъедет инспектор. Составим административный материал. Водителю выписывают штраф в одну тысячу рублей. Если он решит повторить свой подвиг, лишение прав на один год гарантировано. Скрытые проверки должны приструнить водителей автобусов, уверены дорожные полицейские. Данный метод, он более эффективен, чем выставление нарядов, то есть в местах, допустим, концентрации ДТП. То есть скрытые методы патрулирования более эффективны, будут влиять на водителей, нарушающих правила дорожного движения. Это не только водители автобусов, так же и водители других транспортных средств. Скрытые патрули будут работать в городе регулярно и без предупреждения. А все из-за роста аварий по вине водителей автобусов. С начала года случилось 9 ДТП. В них серьезно пострадали 14 человек. Если и вы стали свидетелем серьезного нарушения, не поленитесь. И принесите видео дорожным полицейским по адресу. Улица Березняковская, 67, кабинет 34. Елена Суханова, Сергей Колейник, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Сквер на торговой площади приняли без замечаний. Видимо, из-за этого погода испортилась. Сегодня шутят в соцсетях березняковцы. Евгения Кокшарова стала свидетелем этого исторического для города события. Претензий к качеству работ не было. Претензии у нас, как всегда, только к срокам. Лариса Хомутова, начальник управления благоустройства, сквером довольно опоздание. В строительной сфере в Березняках обычное дело. Но в этом случае, может быть, оно и к лучшему. Ведь поспешишь, людей насмешишь. А тут сделали на совесть. Летом это место станет настоящим оазисом. Как называются вот эти кусты, которые мы посадили? Спирея. Спирея, спирея. А если точнее, высажено 400 кустов спирея и 12 яблонь. Причем комиссия оценила бережное отношение подрядчика. Строителям удалось сохранить старые лиственницы и рябины. Кроме зеленых насаждений, здесь тысяча квадратных метров плитки, 81 метр пешеходного ограждения, 15 светильников, 10 скамеек и столько же урн. Эх, на лавочках сегодня не посидеть. Очень уж холодно и ветрено, а вот весной здесь зацветут тюльпаны и станет гораздо уютнее. А вот арт-объект, советскую мороженщицу установят только к 2020 году. Место сейчас выбирается. Я думаю, что этот сквер будет радовать наших жителей долгое время. Самое главное, чтобы жители отнеслись к нему, как всегда, вот у меня просьба, чтобы бережно относились к тому, что делается. Евгения Кокшарова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Более года огромными партиями в Березники привозили героин. Оперативники закрыли канал поставок, задержав банду из 15 человек. Уникальные кадры спецоперации нам предоставило главное управление МВД по Пермскому краю. Прямо сейчас смотрите специальный репортаж Сергея Калиника. На кадрах оперативного видео – акулы наркобизнеса. В январе минувшего года во время задержания пермская полиция изъяла 13,5 килограммов готового к продаже героина. Только представьте, это полтора миллиона доз и столько же человеческих судеб, поставленных под вопрос. Организатор, привлекший к себе соучастников, находился на территории города Перми, откуда и осуществлял поставки. По версии следствия, в 2015 году приезжий из страны ближнего зарубежья прибыл в Пермь в поисках легкой наживы. Всего за пару месяцев он сколотил целую банду наркоторговцев. Паутина наркотрафика окутала все верхниками. Организатор преступного сообщества приобретал героин крупными партиями, прятал его в тайниках, после чего по частям передавал данный героин. В неделю преступникам удавалось сбывать по килограмму героина. От этих цифр мороз по коже. В январе минувшего года взяли всю банду. Более 60 томов дела и год кропотливой работы. Столько понадобилось следователям, чтобы описать всю преступную схему. Лишь в апреле 2017 года дело передали в суд. На его рассмотрение ушло полгода. На скамье подсудимых едва хватило места для всех. Такого не припомнят стены этого зала. Судья зачитывал приговор два дня. Наказание в виде 22 лет лишения свободы с событием наказания в исправительной колонии особого режима. С отбиванием первых четырех лет в тюрьме. Со штрафом в размере одного миллиона рублей. 22 года. Так оценил суд жажду наживы наркобарона. Один из членов банды не дожил до приговора. Скончался в СИЗО. В сумме на 14 преступников вышло более 200 лет тюрьмы. И штраф в 5,5 миллионов рублей. Главарь банды все еще не верит в происходящее. Ведь такой срок ставит крест на всей жизни. Мужчина из последних сил пытается оправдаться. Дело все публиковано. Второй год сидим, нас никто не слушает. Сейчас по 20, по 18. Все мои наркомане, вы понимаете, мы никогда не видели деньги. Одной крупной группировкой стало меньше. Но город по-прежнему вязнет в наркотиках. Почти каждую неделю в социальные сети неравнодушные горожане выкладывают фото странных людей. Копающихся в земле у подъездов домов. Или даже на детских площадках. А потом прячутся по притонам, где часто творится это. Ты где? Ты сейчас с нами? Нет, ты где сейчас? Мама, где твоя сейчас? Где мама твоя? Скажи. Ага. Полицейским в одиночку не справиться с нависшей угрозой. На помощь должны прийти мы с вами. Увидели закладчиков. Знаете притоны или где торгуют смертью? Обращайтесь в полицию. Звоните в дежурную часть. Анонимность гарантируется. Работа в этом направлении кипит. За 9 месяцев 2017 года межмуниципальным отделом АД России Березняковский была проделана огромная работа. Было выявлено и возбуждено 210 уголовных дел по фактам хранения и избыта наркотических средств. Кроме этого было привлечено к уголовной ответственности 86 лиц, к административной ответственности 223 лица. Помимо героина в нашем городе активно распространяют так называемые соли. Легкие наркотики подростки пробуют еще в школе. Присмотритесь к вашему ребенку. Не упустите момент. Это изменение поведения. То есть это резкие проявления либо депрессивного состояния, стремления к уединению, либо импульсивность и нежелание делиться с родителями какими-то своими обыденными интересами и вопросами. Война с наркотиками продолжается и часто это неравный бой. Кто держит победу, покажет время. Будьте внимательны к своим близким. Вполне возможно, страшная отрава уже рядом. Сергей Коленик, новости на ТНТ. Если сейчас вы задумались, как провести выходные, следующая информация вам пригодится. Сегодня в городе открылась 16-я Березняковская выставка-ярмарка товаров и услуг. В наш город ровно на три дня съехались полторы сотни купцов пермских и гостей заморских. Отведала разных вкусностей и наша съемочная группа. Сотни товаров и десятки видов услуг. По традиции, каждую осенью ярмарку принимает ДК Металлургов. Сегодня холл и два огромных зала буквально завалены народными товарами. Не протолкнуться и на улице, здесь расположились еще несколько десятков торговых палаток. Березняковская ярмарка рискует стать самой масштабной за всю историю. Кстати, по счету она 16-я. Пожалуйста, шали, носочки, и мед, и мясо, и колбаска, и все-все-все, что хочешь. Каждый год ходим сюда, когда бывает, покупаем кое-что вкусное и полезное. Хватает всего нормально. Потому что я из прошлых времен, когда еще ничего не бывало, сейчас голова кружится. Закружилась голова и у нашей съемочной группы. Только зашли на ярмарку, а нас уже на дегустацию позвали. Пробуем взбитень. Старинный восточнославянский напиток из воды, меда, пряностей и лечебных трав. Теперь никакие болячки нам не страшны, говорит реклама. Болеть не буду. А соседняя лавка для сладкоежек. Пряники на любой вкус и цвет. Молочные, печатные, с начинкой и без. Очень вкусные пряники. Вот мы летом торгуем вот этими пряниками. Они такие песочные. А когда летом мы торгуем, они вообще нагреваются. Такие мягкие, вкусные. Очень вкусные. Ну, сейчас зима, можно батарею положить, маленько подождать. В первую очередь мы хотели показать лицом нашего местного предпринимателя, что он в такие суровые условия выживает, существует. А кроме этого, хотели бы познакомить жителей города с новыми товарами и новыми услугами из близлежащих регионов. Сегодня здесь 159 участников ярмарки. И даже сложно представить, сколько тысяч горожан в эти дни посетят выставку товаров и услуг. Организаторы столь масштабного мероприятия остались довольны. И в эти выходные сами с удовольствием присоединятся к большому шопингу. Удовлетворение, конечно же, было. Поэтому придем завтра всей семьей приобретать и к столу, и к дому необходимые покупки. Выставка-ярмарка будет работать до воскресенья. Расписание сейчас вы видите на экране. Елена Суханова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. 54% россиян считают, мужчина должен быть кормильцем в семье. Если мужчины добытчики, то их жены должны задумываться, чем же их кормить. Евгения Кокшарова сегодня побывала в гипермаркете с самым большим ассортиментом мясных полуфабрикатов. Мясо и полуфабрикаты, их на прилавках магазинов изобилие. Но как выбрать вкусный и полезный продукт? Во-первых, в составе не должно быть консервантов и красителей. Во-вторых, обратите внимание на условия хранения. Мясные полуфабрикаты должны обязательно храниться в холодильнике до плюс 6 градусов. А вот в этом холодильнике мы увидим температуру 1,7, значит, условия хранения соблюдаются. Мы решили спросить, какие же мясные продукты березняковцы выбирают для своей семьи. Мясо, свинину. Что готовите из свинины? Свинины? Картофель по-французски, мясо по-французски. Курицу. Курицу? Что из нее готовите? Все. Первое, второе. Говядину. Говядину. А что готовите из говядины? Ну, обычно стаик из вырезки. У меня чаще всего просят для этого, но особенно шашлык, так это свинина, понятно. То есть сами делаете, да? Да, обожаю готовить. Никому не доверяете? Нет, нет, мясо никому не доверю. Но после таких вкусных разговоров надо и мне выбрать что-нибудь эдакое. Я выбрала мясо для запекания вакуумной упаковке. Говорят, для его приготовления усилий много не требуется. Получается очень вкусно. И сейчас мы попробуем его приготовить. Проще некуда. Достаточно только удалить этикетку, сделать надрез и отправить говядину прямо в упаковке в духовку ровно на 2 часа. Мясо очень нежное и пряное. Кстати, этот рецепт можно повторить на Новый год. Вот закинул на 2 часа в духовку и режь себе спокойно салатики. Сережа, а ты, наверное, тоже, да, кушать хочешь? Ну тут 800 граммов, так что на всех хватит. А если и у вас разыгрался аппетит, то берите на заметку. Десятки наименований мясных полуфабрикатов вы найдете в гипермаркете «Семья». Выбор настолько большой, что дегустировать изысканные блюда можно хоть каждый день. И семейный ужин будет напоминать поход в ресторан. Кстати, колбас и мясных деликатесов здесь ничуть не меньше. А самые выгодные предложения вы можете отследить через специальное приложение. Заходите в гипермаркет «Семья» и открывайте для себя новые рецепты семейного счастья. Евгения Кокшарова, Сергей Калейник, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. В Березняках продолжает радовать горожан ярмарка «Рыбак Камчатки». Если вы еще не попробовали вкуснейшие деликатесы, поторопитесь. Александра Зеленина выбрала себе сочнейшие кусочки, но по доброте душевной готова поделиться и с вами. Деликатесная красная рыбка издревле в России считалась главным блюдом на праздничном столе. И не случайно поклонники кулинарных рыбных шедевров выбирают именно красную. Она насыщена различными микроэлементами и витаминами. Фосфор, йод, фтор, кальций. И это далеко не все. Но какую именно рыбку выбрать? Ответ – чем жирнее, тем вкуснее. Чавычеву узнаете сразу. Это самая крупная рыба семейства лососевых. Именно чавычеву мечтают поймать практически каждый рыбак. Американцы называют ее королем лососей, а японцы – куру в вопросах рыболовства – князем лососей. Есть, конечно, и менее жирные рыбки, но не менее вкусные – нерка, кижуч, горбуша. Все эти дальневосточные деликатесы впервые привезла в наш город ярмарка рыбак Камчатки. Вот где огромный выбор копченых рыбных вкусностей, мимо которых равнодушно не сможет пройти никто. У нас свое производство. Рыба наша коптится в коптильниках, в печах. И у нас товар весь прямо с пылу жару, что говорит, конечно же, о его качестве. Даже вот видно, что наша рыбка вся наисвежайшая. Прямо с коптильни специально для вас на ваш стол. Ярмарка с вкуснейшей рыбкой ждет вас во Дворце культуры имени Ленина только до 22 октября. Так что успевайте устроить себе и своей семье настоящий праздник с аппетитными кусочками копченых благородных великатесов. И про икру не забывайте, когда еще выдастся возможность поесть красную икру ложками. Александра Зеленина, Сергей Каленик, новости на ТНТ. Далее информация для всех рачительных хозяек и хозяев. Для тех, кто любит свой дом и стремится сделать его еще лучше. А уж если вы скоро планируете отметить новоселье, то вам просто необходимо посмотреть следующий сюжет. Евгения Кокшарова расскажет, где в Березняках делают самые выгодные предложения новоселам. Говорят, окна, глаза квартиры с них и начнем. Их выгодное оформление преобразит ваш дом. Невесомые вуали сделают помещение просторным и наполнят его светом. Стеклярус, бусины и шелковые кисти. Ваша фантазия и мастерство специалистов превратят окно в произведения искусства. А шторы из благородных материалов бархата, шелка, льна обрамят его, словно драгоценная рама. Если же вы любитель минимализма, смело заказывайте в новый дом рулонные шторы. Их вы можете подобрать в абсолютно разных цветовых решениях и под любой размер. Достаточно сделать пару шагов, и мы попадаем в еще один рай для новоселов – отдел текстиля. Если финансов на новую мебель не хватает, а обновлений все-таки хочется, обратите внимание на такие чехлы. А мебель прежняя, а интерьер новый. Чтобы в новой, да и в любой другой квартире спалось мягко, выбираем новые подушки. Бамбуковый наполнитель, лебяжий пух, перо или синтетический наполнитель, который ни в чем не уступает натуральному – решать вам. А к таким подушкам грех не купить новенький комплект белья. Ведь что может быть приятнее, чем аромат свежей, новой простыни? А вот текстильная новинка под одеяльник зима-лето. Он очень хитро устроен, простеган и очень плотный. Летом вы можете спать под ним, как под тонким одеялом, а зимой использовать по назначению. На текстиль следует обратить внимание не только тем, кто переезжает в новую квартиру, но и тех, кого пригласили на новоселье. А мне не хватает большого красного мешка. Посмотрите, какие милые полотенчики с песиками. Отличный подарок к наступающему году собаке. А в соседнем канцелярском отделе изобилия календарей на новый 2018 год и еще много интересного. Сейчас во всех садиках страны задумываются о подарках для первоклашек. Можно, конечно, купить готовый набор. Но есть и другой вариант – взять пенал повместительнее и наполнить его, чем душа пожелает. Ручки, фломастеры, линейки, эластики. Ваши малыши-карандаши быстро здесь освоятся. Выбор ранца на второе полугодие можно превратить в игру. Дети выбирают по понравившимся картинкам. А вот для родителей важнее качество и ортопедическое основание. Однозначно, сюда стоит заглянуть вместе с ребенком. А вот в этот отдел лучше всего идти с мужчиной и сделать основательную покупку. Не лает, не кусает и посторонних в дом не пускает. И это я не про символ наступающего года, а про надежную входную дверь. Это единственное место в городе, где можно заказать стальные двери компании «Гардиан». Двери «Гардиан» удерживают лидерство в рейтингах самых надежных дверей. Усиленная конструкция, несколько листов стали, ребра жесткости и замки третьего и четвертого классов. Взломать такую дверь практически невозможно. Однако высококлассная защита может быть и эстетически привлекательной. Отделки и фурнитуры – сотни вариантов. А после выбора входной двери присмотритесь к межкомнатным. Самые стильные варианты предлагает фабрика «Эстет». И красота здесь удачно сочетается с качеством. Кстати, новоселы микрорайона «Любимов» доставка бесплатна. Самые качественные двери от фабрики «Эстет» и «Гардиан», шторы и тюль от магазинов «Вуаля», канцелярию, домашний текстиль, а также любимые женские аксессуары, эффектные сумки, шарфы, палантины, перчатки вы найдете в торговом доме «Силуэт» на «Мира-81». А теперь информация для модниц. Известное Березняковское ателье «Силуэт» переехала сюда же. Обязательно зайдите, чтобы обновить свои любимые вещи из ткани, кожи или меха. А также мастера приглашают шить наряд к встрече нового года. Повторяем, адрес «Мира-81» уйти из этих обольстительных отделов без покупки просто невозможно. Евгения Кокшарова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. А мы продолжаем нашу рубрику «Поэтический марафон» совместно с компанией «Торговые ряды». Вчера первым правильный ответ, слово «Городок», прислал абонент, последние цифры номера которого заканчиваются на 0722. И в начале следующей недели он получит щедрый продуктовый набор и прямо сейчас новое стихотворение. Ваша задача угадать последнее слово. Две одежды, две сыры. Вам торговые ряды. Здесь в любой сезонный месяц есть природные. Угадали слово, которым закончилось стихотворение? Присылайте его на короткий номер 4647. Перед сообщением набирайте 59. Напоминаем, первый, кто сегодня пришлет правильный ответ, также получит в подарок щедрый продуктовый набор. Гастрономические презенты мы вручим по окончании акции. А сейчас, внимание, повторяем. Две одежды, две сыры. Вам торговые ряды. Здесь в любой сезонный месяц есть природные. Это были главные новости города. Впереди еще прогноз погоды, а я с вами прощаюсь. В студии был Андрей Фадеев. Всего доброго и спасибо, что были с нами. Продолжение следует...